Монумент Тесаной стене поставил танк С глазницами пустыми Я выкопал его бы, как он есть В пробойных, в листах железа рваных Невянущая лоинская честь Есть в этих шрамах, в обгоелых ранах На постамент забравшись высоко Пусть, как свидетель, подтвердит по праву Да, нам далась победа нелегко Да, враг был храбр Тем больше наша слава Стихи эти я написал очень давно Еще в Монголии, в 1939 году После первых наших танковых боев с японцами Но прошло время И эти памятники начали вставать На полях битв Великой Отечественной войны Один за другим Все дальше и дальше на запад Наш фильм о танкистах Полных кавалерах Ордена Славы И, конечно, мы чаще всего будем расспрашивать их о войне Но душевная красота И твердость характера Бывших солдат С не меньшую силою Проявилась и в мирное время В том, как они прожили свое Послевоенное Тридцатилетие Иван Архипкин Корновщик Михаил Большаков С лесой Матвей Синельщиков Механик Егор Полтьев С лесой Евгений Сенаторов Токой Василий Шаров С лесой Михаил Летягин Шахтер Илья Сергеев Колхозный бухгалтер Константин Венгер Тракторист С трактора На танк С танка На трактор Передний край Выражение фронтовое Но оно осталось от войны не просто как слово А как принцип жизни человека И не только в военное А и в мирное время Но для того Чтобы Засучив рукава Начать строить Надо было Сперва Дойти до Берлина Покончить с войной А война Начиналась Не с памятников На местах Наших побед А вот с этого С этих Немецких танков Вынувших на поля и дороги Нашей родины С этого Страшного для нас Лета Сорок первого года Единственный Из наших собеседников Так и оставшийся после войны Кадровым танкистом Василий Бояк Тогда Сорок первым Встретив с войной Пятнадцатилетним сельским хлопцем До сентября До сентября месяца Был я на Украине Полтавской области А в сентябре месяца 6 сентября Мать С двумя сыновьями Ваня и я Вася Эвакуировались В это время Старший брат Гордей Семенович Служил в армии Закончил Училище Пехотное Московское Имени Верховного Совета Брат с 22-го года Николай Был призван в армию Отец Нас проводил Мать И двух сыновей Ваня и меня Ну мы Эвакуировались Не только что мы Эвакуировались Мы даже Угоняли скот Тыл Отец вас проводил Отец проводил И сам ушел тоже В рынкомат И ушел воевать Был ранен уже под Ростовом В последствии Ну как вот это было Дорога-то Ну дорога Нелегкая дорога Да, нелегкая дорога Дело уже осень была Дожди Слякоть Грязь Так Подводы у нас были В упряжке Быки Продвижение Медленное Так Надо скот гнать Так И в это время По пятому Буквально по пятому Шел немец Так Бомбил Обстреливал Так Было ужасно Я уже в эти годы 15 лет понял Что такое война Так Я вместе Отступал С солдатами Вместе шли Вместе с солдатами Шли мы По одной дороге Это горе Это первые дни войны Вот Они Уже дали знать Что такое война И в районе Города Лиски Мы потеряли Брата Я потерял брата Свою Ваню Так Где-то в суматохе В какой-то При бомбежке При обстреле Так Его не стало И так До сих пор Я его не знаю Мы ответим С чем вы На западной границе Войну встретили Техника Значит У нас была БТ-7 Танки БТ-5 БТ-26 Были еще Мало Но были Такие знаете Устаревшие конструкции Тут вот Первый танк Наш БТ-26 Там экипаж Всего два человека А так В основном БТ-7 БТ-5 Ну Значит Ждали Обновление Техники Более Такой Современной Вот Видишь Значит Так Танк Т-34 Он уже В то время Вышел У нас Был один Как Эземпляр Значит Стоял Под брезентом Значит Вот Но еще На нем Не ездили Еще не ездили Нам так Покажут Его Значит Так Вкратце Значит Его Технические Характеристику Рассказывали Значит Его технические Данные Хорошая машина Ну Пока Еще Они К нам Ко дню Значит Войны К началу Войны Еще и поступили Нам говорили Так Если Будет Извещение Повестка С военкомата То их нужно сдать Будет в отдел кадров Потому что На вас будет Наложена броня Так как Трактористов Не хватало В то время На торопредприятиях На двух четвах Ну и Ну и Когда Пришло Извещение Повестка Я Войны Войны Я эту Повестку Взял В отдел кадров Я ее не сдал А собрали Вей Сумку Весь И Пошел Войны Войны Призвали Войны Из Ширного И еще Идти в армию Да Не колебались Нет Нет Взяли Войны А почему Не остались На броне На броне Ну почему Потому что Брат уже погиб Товарищи Которые вместе Со мной Кончали Железнодорожную Школу В Ореху Зуя Их уже Некоторые ушли Добровольно Прислали Письма Вот А потом Еще погиб Брат И я решил Все-таки Пойти в армию Пойти на фронт А как Мама к этому Отнеслась Мама Отнеслась Она Ничего такого Мне не сказала Но если бы Это требуется Пожалуйста Езжай Но на фронт Василий Иванович Шаров Попал не сразу Долго ждал этого Почему так вышло? А потому что Ростом был маленький Мне отобрали машину Отдали фронтовикам Которые уже опытные А мне Нас направили Запасной полк Ну здесь Опять же Наш экипаж Бракует Нас оставляют При учебном полку Здесь Опять его в стороне Полк отправили А после уже Нашу машину Направляют на фронт На фронт попадаем Это в марте месяце было Приезжаем на фронт Опять меня там бракует Вместо меня Дают механика Старшину Карандышева Он только Прибыл из госпиталя Воевал в этой части И опять же Ну потом Командир машины Наш лейтенант Заступился? Да Заступился Стрелков Ну меня оставили Командир машины Стрелков Виктор Макарович Из города Горловка Шахтер Донецкой области Шустеров Наводчик Старшина Шустеров Он участник еще Финской войны Опытный был Наводчик Он откуда? С Ленинграда Сам он С Ленинграда Потом Луканов был Заряжающий Николай Иванович Сержант Он с Куйбышева Из колхоза Только не помню Какой колхоз Ну и вы из Подмосковья Я из Подмосковья С Павлопосадом А что за люди По характерам Кто так? Ну по характерам Шустеров Он был Очень отзывчивый Так Веселый Пел хорошо Луканов Шутник Большой шутник Много рассказывал Всяких Анекдотах Так что В свободное время Когда В обороне стояли Никогда не унывал Ну и я А Стрелков? Стрелков Он был Молчаливый очень Но только Когда В трудный момент Он одну и ту же Песню пел Раза подва По три Какой? Какой большой Украинский Своей украинской Песни А вы Самый молодой И самый маленький Самый маленький Ну тоже переживал Такое время Вот Луканов Тот когда переживал Ему Весь мешок сухарей Поставь Он будет и грызть И грызть И грызть Понимаете? А вы как переживали? Меня в сон клонило Всегда Прислушайся К разрывам Они же Стараются выявить Бьют то рядом То сбоку Когда в обороне Стояли Замаскирован Бьют Прислушайся И Засыпаешь Разные Всякие Каждый по-своему Переносил Это Напряженные Часть Когда человек Перед боем Он Ну сильно напряженный Человек Ну а все это Пропадает Когда только На стартер Нажал Машина Заработала Загудела Пошли В бой Тут забываешь Все Только одно Стремление Значит Победить И выйти Невредимо Приказ Приказ был Переправиться На ту сторону До подхода Основных сил Ну вот мы Переправлялись Наш экипаж Переправлялся Вторым Экипаж Первый экипаж Переди нас Уже Отправился Переправился Мы вторым Переправлялись Когда переправились На ту сторону Стали вести огонь И глядим Наша машина Одна Подбита Экипаж Там негде Было укрыться Потому что Били С минометов Били И артиллерии Били И пулеметы Били Их Ну мы решили Тогда их спасти Вернее На большой скорости Я подскочил Открыл люк И через башню Ток взяли Я еще не успел Люк закрыть А взяли их Взяли Да И тут в это время Разрыв снаряды Снаряды Или мины Не пойму чего Рядом с машиной Прямо разорвалось Я не подумал Что это меня Осколками Чего Думаю наверное Булыжником Каким-нибудь Стукнул Сильный очень Удар-то был Посмотрел На коленки Нету Рядом Нету Нигде За щеку Хватилась кровь Глотать стал Больно Чего-то Мешает Ну это Конечно Когда в челюсть ударило Зубы Выплюнуло Ну и что ж Пошли вперед Продолжали бой Мы в лоб Шли Сбоку И вот Мы стреляли В том бою Подбили два танка Пушку Раздавили Бронетранспортер Наш экипаж Уничтожил Так И вот Когда я почувствовал Так Вот такой Что-то Сдрогнул Там Это попал Снаряд Как позже Уже Выяснилось В лоб Он не пробил А уже Сбоку Попал Как раз Под механика Водителя Так Попал В трансмиссию Выбило Значит Танк уже Недвижим Стал Вот И механика Водителя Сашу Попова На В общем Перерывало Снарядом Попала И вот Его значит Голову Значит Все Выбросило От От Отзрывом Снаряда Вот Все К нам В башню Попало На вас Да На нас Вот Ранен был Этот самый Механик Водитель Тоже Помощник Его ранен Был Ну Вы выскочили Мне ранило Я не понял Видишь Что там Начало дымить Все Выскочили Мы Когда разобрались Уже здесь Пламя пошло Ну Дым пошел Уже все Ясно Ничего Кинулись Все Собрались Трои Нет Одного Нет А позже Уже Значит Когда Стабилизировался Саша Сгорел От него Осталось Ну Немного Немного Осталось Его захоронил Там Там же Захоронили Этот бой Все-таки Выиграли Наши Потому что Подбросили Еще подошел Механизированный Корпус Наши Танки Подошли Еще Все И Не вышли Немцы Ваш танк Сгорел В этом бою Немного Ложечка Стала Проходить Питание Мог Уже Пронимать Но Рана Еще Была Не Зажита Потому что Тут Она Долго Не Заживала Ну Я решил Вернуться В часть Потому что После госпиталя Могут Послать В другую Часть А тут Своя Часть Уже Привык Всех Знаешь Тебя Все Знают Притом Привык К Своему Экипажу Чтобы Не Привыкать Снова Ну Я решил Покинуть Госпиталь Попросил Медсестру Которая Дежурила У нас В палате Амунирование Она говорит Я не могу Дать Потому что За тебя Мне придется Отвечать Не дам Ну Я подумал Подумал Взял И ушел Ушел Как раз Пост Где регулировщика Находится В халате Ушел В халате В тапчик В халате Пришел Я спросил Девушек Машина Хозяйства Гумячука Машина Проходит Мы не знаем Тут много Хозяйства Но если Пойдет Мы тебе Скажем Я говорю А где можно Отдохнуть Они говорят Вот наш домик Там он На чердаке Там сено есть Можешь там Отдыхать Ну я Лез туда Лег Уснул Потом они Разбудили Пронесли мне В речневый кашу Котелок Я попушу А уже на второй день Утром Они мне сказали Что идет машина Ну я сел На эту машину Проехал Только вышел Вылежу Командир полка Выходит Ты говорит Откуда взялся Я говорю Как откуда С госпиталя Ну что же Тут же он Приказал идти Получить Амбудирование И в санчасти И находиться При санчасти Долечиваться Ну как мне говорить Все же Не терпится Нужно Нарестить Свой экипаж Я узнал Я узнал Где машина Замаскирована Стоит Пришел Туда Туда Сюда Поговорили Я как раз Уже Растемнело Ну и сразу По машинам И убой Ну я сел Тут так уже Бесплатный Пассажир Можно сказать Уже был Другой механик Водитель Был Ткаченко Молодой парень Только окончивший Курсы Он сел Он еще в боях Не участвовал Ну вот Когда он Растерялся Попали Перехрестный Огонь Ну и машина Засела Засела Тогда командир Машины Попросил Служина Шустеров Сесть мне За рычаги И вывести Машину Оттуда Ну застряла Буксовала Машина Ну я сел За рычаги Включил Заднюю скорость Сумел Выехать Выехал И так Пошел бой Уже За рычагами Остался Своем Экипаж Экипаж У нас был Как говорят Со всех концов Нас двое Было С Кубани Башнер был И я С Кубани Командир Танка Был Москвич Юрий Александрович Охапкин Щербань Никифор Савельевич Комбат Был С Украины Вот Весь наш Был экипаж А механик Механик Водитель Был С Сумской Области Тоже С Украины Ну Этим Экипажем Нам Прошлось Воевать До Одера Экипаж Это же Одно целое Такое Единица Такая Как бы Сказать Как один Все Один Один За всех Вот так Вот Должно быть Вот Ну в составе Взвода Примерно Поддерживать Огнем Друг Друг Один Танк Попал Один Танк В беду Попал Значит Надо Помочь Ему Огнем Вот Следить За Боем Вот Когда Бой Идет И Сидеть И Стрелять И в то же Время Надо За другими Машинами Следить За полем Боя Следить Или Подсказать Что там Ага Вот Напротив Там Вот Ваш Там Танк Или Пушка Какая Которая Он не замещает Понимаете Или нет Вот Или же Там Вот Фаустник Сидит Какой-то Понимаете По рации Передать Там Друг Другу Вот Такая Взаимовыручка Такая Экипажей Должна быть Тогда Значит Всегда Будет Победа Всегда Будет Уверенность Вернее В победе Уже Смелее В атаку Идут Люди Когда Освободили Полтавщину Я был Новосибирске В это Время Я закончил Девять Классов Летом До призыва В армию Работал На заводе Мать Работала Тоже На заводе И где-то Уже В сентябре В середине Сентября Месяца Я услыхал По радио Голос Левитана О том Что освобождена Полтавская область И мое Родное Село Ручки Ну а Через Несколько Недель Я получил Повестку Про инкомат И был призван В армию В армию И попал В танковый Учебный Полк После Излечения Меня направили В учебный Танковый Полк Окончил Учебу Направили Или сам Захотел В танкист Ну Приехал Представитель Из части Кто Изъявил Желание Тот Был зачислен В курсанты Я попал В учебный Танковый Полк Окончил Его Направили В Нижний Тагил В Нижнем Тагиле Мы получили Технику И маршевые роты Были направлены На пополнение 10-го Уральского Добровольческого Танкового Корпуса Значит На уральских Танках Уральский Корпус Да Ну А Рассказывать О 10-м Уральском Танковом Корпусе Это вы Знаете Что был Корпус Сформирован На средства Рабочих Крестьян За их Собственные Сбережения Короче говоря От пуговицы До танков Все же было Приобретено На народные Средства Этот Корпус Прошел Большой Боевой путь Да Путь прошли Большой И этот Корпус И другие После Освобождения Белоруссии При Балтике Украины Танкисты Порвали Все глубже И глубже Румыния Венгрия Польша Чехосовакия Ну Из 21 Танка Осталось К этому Времени Уже 7 Некоторые Были Подбиты Некоторые Отстали По техническим Условиям Короче говоря Мы вырвались У нас было 7 танков И вот В этом Значит В Бузеу На аэродроме Так Вот Приземлялся Немецкий Самолет Но я не знал Что это Дело в том Что когда он Приземлился Мне командир батальона Майор Сотник Скомандовал Васька Огонь Я с первого Снаряда Ударил И попал в крыло Или в хвост Факт то что Подбил его Он же взлететь не мог Но затем Мы услыхали То есть узнали О том что там Какой-то был Большой начальник Да это действительно Большой начальник Это по странной Случайности Я был тогда В Бузеу И это был Даже фамилию знаю Это был полковник Ганс Симон Командир Немецкой Зенитной дивизии Вот эти зенитные Установки Зенитные пушки Они нам там Дали Неприятность Была Они же били Прямой наводкой Вот И наши танки Там пострадали Вот этих Зениток У меня в дневнике В то время Несколько Записей есть Связанных с Бузеу Вот тут так Порывающиеся немцы Дерутся отчаянно И мы тоже их бьем Беспощадно Перед рекой Бузеу опять Кровавая каша Отсюда от Бузеу Две магистрали На Плоешке На Бухарест Неудивительно Что немцы Дерутся До последнего Немецкие колонны Иногда имеют По 5 По 10 По 15 Танков Среди них И тигры И пантеры А кроме того Тянут с собой Остатки артиллерии А больше всего У них уцелел Зениток Из которых Они бьют По танкам Сегодня Сегодня вокруг Бузеу Дрались Против наших танков Два полка Зенитных артиллерий И наделали там Довольно много бед Пока разговариваем Об этом В штаб Приводят командир Той самой немецкой дивизии Полки Которые только что Дрались здесь Вот Ваша Ваша жертва В это время Наши танки 2-го батальона Уже стояли на дороге Которая шла С Бузеу На Плоешке И заперли Да И заперли Танк 3-4 Я оцениваю Как Отличную машину Была она Очень удачна Нашими Конструкторами Построена Это была Скоростная машина Хорошая проходимость Маневренная И вообще Последнее время В оружии Наши была 85-миллиметровой Пушкой Пушка была Отличная Я вам хочу сказать Что эта машина Была Сильная Такая Ну как Я не могу Наверное вырезать В таких словах Это машина Не машина Было золото Вона была Такая Что в ней Можно было Куда хотите И где хочет Где мог пройти Человек Там я мог Проехать Треть-четверку Когда ты Будешь в пехоте Я в феврале 43-го года Я видел Танки Наши Вот мне почему-то Захотелось Быть танкистом Так Мощные Такие Машины Такая Ну Какая-то Энергия у них У танкистов Тоже такая Понимаете Нет Вот Ну Потом Броня мощная Мне Просто захотелось Стать Желание Какое такое Было Стать танкистом Вот Ну а После госпиталя Был набор Станковой школы Ну Вот я на распределительном пункте Я значит попал Пошел А не раскаялись Потом Что пошли в танкистов Ну как сказать На фронте Везде хорошо И там хорошо И там хорошо Пояс Так Грохот Вот Грохот Вот Все это Дом Дом полностью экипажа И спим там Не раздеваясь Не снимая Ни комбинезон Ни гимнастерку Все так вот Живешь как дома Усталость конечно Большая Усталость большая Конечно После боя После движения Даже если И боя нет Марш С предвидением Сречного боя Ведь это все же Напряжение Напряжение Особенно устает Механик-водитель Экипаж старался Механику-водителю Создавать все условия Чтобы он первый Отдохнул Так Вот Так что Мы чувствовали Друг друга Кому надо отдохнуть Потому что механик-водитель Пойдет в бой Ему надо вести танк Ему надо быть Очень сосредоточенным Так Маневрировать В поле боя Так Вот мы создавали Условия механик-водителю Прежде всего Механик-водителю И накормить его И напоить Понимаете И вовремя Чтобы он уснул Мне иногда Приходилось Подменять механика Когда он устает Попросит Приходилось Вводить машину Во время боя Не участвовал Это не пришлось Мне Вводить машину В бой А на марше Водил Ну Живнее Время Было Туже Конечно Потому что Кругом Броня Настывает Холодно А у нас Значит На танках Стоял Он маховик И как вентилятор Служил Все Воздух тянулся Через люка Через вперед На На моторное отделение Так что Зимой Было Холодновато Обеспечивали Давали валенки Ну А мы Вообще Валенки Почти что Не одевали Потому что Это непрактично Неудобно Они не гнутся Не вылезти Не залезть Как-то Вообще Непрактично Мы Мало Пользовались Больше В сапогах Были Летнее время Старались Им на стерках Быть проще Им на стерку В брюки В нарушениях Брюшев Устава А зачем В брюки? Ну Для того Чтобы не мешало Чтобы нигде Личнее не зацепилось Ничего Все-таки Там узко Места мало И приборы Все Эти самые Барашки Все возможные Винтики Все это За всяким Можешь зацепиться А там Это Медлит некогда В случае чего Уже Да и Когда зацепился Мешает Самому А в зимнее время Старались Если что быть Фуфайка И все Уже полушубки Шинеля Это оставляли Воевать Везде Одинаково Трудно Что и в пехоте Что и в танковых Все равно Вот Ну понимаете Что Как бы сказать Пехотинец Если он привык Вот Окоп Выкопал Лег Понимаете И отстреливался Вот Он привык А если он в танк попадет Даже вот такой пример был У нас Десантники были Танкодесантники Ну там по несколько человек Там человек по 6 По 8 на танке Вот Когда сколько И вот один был Командир отделения Боевой такой Парень Симпатичный Красивый парень Боевой такой Вот У него грудь В орденах вся И вот бывало Ну попросим Ну давай В танк залезем Ну когда по стопочке Там есть Все такое Так он вот Влезет Стопку выпил Все Схватил кусочек Там колбасы Или сала Все Он выскакивает Я говорит Не могу тут в нем сидеть Понимаете Какое-то ощущение Говорит Вот снаряд прилетит Сейчас попадет И все А уж Вот земля Говорит Тут она меня И укроет Она меня И все На войне Конечно Как на войне Люди эти были Ну как сказать Прикованы Все время К броне Находились Все время На танках Они Ну как вам сказать Были люди Под открытым Мы как Как-никак Танкисты Были Защищены Хотят пули От осколков А их Нератный Труд Был очень Тяжелый Потому что Им очень Тяжело Приходилось Во время Боя Надо было Следить Чтобы И танки Не обошли И себя Защитить И танкистов Защитить Их Работа была Очень тяжела Во время Войны Ну Бывало Тогда Когда Приданы Были Мотострелки Или пехота Десантники Они помогали Охранять Потому что Когда пришли После боя Значит Что После боя Значит Нужно Механику проверить Двигатели Посмотреть Приборы Все Артиллеристу Почистить Нужно Пушку Посмотреть Также Приборы Все Что может быть Подбито Что есть Неисправно Может быть Также потом Заправить горючим Пополнить Боекомплект Снарядов Боекомплект Лент Пулеметных В общем После боя Работы Много Еще Ну А питание Как Питались Кухня Походная Одна Кухня Для всех И для солдат И для офицеров Что у танкистов Нет различия Никакой разницы Нету Все Все Одинаковые Потому что Все В одной Как вы говорили Что Коробке В одном В одном танке Все Одинаковые И питание И все Михаил Форович Вот я вижу Что вы Так же Как и я Трубочку Смолите Это как После войны Или на войне Еще было Немножко Баловался На войне А потом Когда ушел На пенсию Начал опять Баловаться Трубкой Шахтером Курить То Если в шахту Опустился Значит все Все Курить Не всю Упряжку Как у нас Называют Курить Не курят А как Выскочил На гора Каждый Старается У кого-нибудь Подстрелить Закурить Поскорее Да Еще не мытый Ничего А быстрее У кого-нибудь Подстрелить Закурить Надо А в танке Вообще Курить Не разрешалось Как будто Да Курили Как Что курил То и курить Иван А вы в бою Курили В бою Понимаете В бою Курить Не приходится Там некогда Курить Почему Потому что И своих Газов Хватает И там Не до курения Во время боя А вот уже После боя Вот бой Кончается Сразу Ну были Такие товарищи Вот у меня был Один Сережа Лонцев Такой Хороший Товарищ Такой Как бой Заканчивается Значит Все Так вроде Облегченно Вздохнешь Вот Люки открывают Вылетают И он Сразу как-то Вылетает Так О Ваня Ты жив Жив Я жив О Ну все Теперь мы уже До Берлина Не дойдем Потому что из такого Пекла Выскочили Мы лжевыми То уже все Против танка Что Первое Это страшные Мины Первое Это мины После мин Это артиллерия Авиация Пушки Орудия Все возможные Так Пулеметы Автоматы Винтовки Все Там винтовка Хорошего бойца Винтовку Он В самую Лещель Стреляет И может Ранить И убить Механика Водителя Уже Танк Некоторое время Выведен из строя Танк А механик Водитель Начнули заменить Пока туда-сюда Уже идет Дело Уже встали Уже Уже Задержка Нами не подорвался Все Если Не взорвался Танк Совсем Значит Гусеница Сорвалась Или там Что-то Ведущие Колесо Или звездочки Ведомые Что-то Что-то Повредилось Значит Уже Уже Задержка Уже Это Не на 5 минут Уже Это Мины Саперы Ну пушка Уже Это единоборство Танк с пушкой Это единоборство Кто Кого Вперед Успеет Или танк Пушку Или пушка И на 2 Грозных Оружие Как это Говорится Один Одному Палец Зубы Не Ложи Мы Пошли На город Плоэшчи Заправили Танки Там Ну и дальше На Сибеу Сибеу Трансильвания Карпаты Проходили На танках Так Затем Город Турда Под Турдой Сильные бои Были Там Танковые Бои Были Много Было Сроточено Артиллерии Противника Но наши Танки Смяли Это Сопротивление И дальше Пошли В Венгрию И по Венгрии Ну так Мне запоминаются Такие города Как ВАЦ Это Пригород Города Будапешта И в районе Города ВАЦ Завязался Сильный Бой И наша 22-я Танковая Бригада Первая Ворвалась В город ВАЦ И его Освободила В это Время Я Увидел Командира Первого Танков Батальона Гвардии Капитана Тюренкова Он Подъехал Ну Какому-то Зданию Так Впоследствии Оказалось Что это Венгеры Подсказали Что это Тюрьма И что В этой Тюрьме Находятся Полицаключенные Ну я Своими глазами Видел Потому что Танк рядом Был Как Командир Батальона Тюренков Приказал Наводчику Развернуть Пушку Назад И в лобовую Лобовую Тюрьмы Ну Там Значит Нам Раскрыли Камеры Так Вот Охрана В основном Все разбежалась Вышли Полицаключенные Ну Что у нас Было Мы им Все отдали Хлеб Сухари С термосов Воду Им Напоили Колбаса Была В моем танке Колбасу Отдал Ну Мешкать нельзя Надо было Вперед Двиться Когда мы Обходили Сам это Болото С левой стороны Населенного Пункта То Здесь Мы встретили Большую толпу Наших людей Немцы Угоняли Их В себе В тыл Ну Там Были Молодежь Было И пожилые Были И с детьми Были В общем Часть Конвоя Мы перебили А часть Значит Они удрали Ну Эти самые Люди Они к нам Мы вышли Из танков У нас Только Было Радостью А у них Уж там И говорить Нечего Они просто А танкистов Всегда говорят Чумазые Такие Потому что Во время Наступления Пыль Понимаете Пыль И потом Так Гарит Потом Это Работа Очень много Мы потеем И вот Получаются Такие Чумазые Как Черти Да И вот Нас Они Вот Таких Чумазых Просто Целовали Обнимали Даже От радости Плакали В общем Кто Что Хотит Что-нибудь Подарить Напад Я помню У меня Такой Мальчик Как Сейчас У меня В глазах Стоит Он У мамы Был На руках И вот У нее Был Цветок И он Мне Подарил Цветок Освобождали Заключенных Плененных Угнанных Шли Вперед И Вперед Но Каждый Шаг Вперед Стоил Все Новых Ран И Все Новых Потей Ну Я на Большой Скорости Как раз Но Они Не успели Развернуть Орудие Нам удалось Их Вместе Орудие Вместе С расчетом Прямо Под гусеницей Все Рожедовили Ну И вот Тут Сразу Первое Попадание Первое Попадание Фаустопатрона Погибает Как раз Шустеров Командир Машины Наповал Да Наповал Сразу Ранен Луканов Ну Луканов Берет Командование На себя Продолжаем Мечевой Бой Но Это Длилось Недолго Тут Второе Попадание Фаустопатрона В башню Погибает Как раз Луканов Как раз Упал ко мне В машинное отделение Лицом Я сам инструктор Он подлез к нему Говорит Что он мертв Белоконь Белоконь был Ранен Ранен Белоконь Ну И теперь Когда Машина Загорелась Горит Машина Тут Еще Третье Попадание Я остаюсь Один Ну На задней скорости Подставляешь Бронь Лобовую Бронь Потому что Она толще Намного А потом Выскакивать Уже было Некуда На их Территории Включая Заднюю скорость Пошел Назад Назад Хоть Вывести К своим Машинам Ну И когда Стало Выводить Мотор Заклинило Переверелись Мотор И заклинило Прошневую Гру Тут Уже Начали Рваться В банках Были У нас Запал От гранат Запала Гранат Виваться Уже Было Некуда Тогда Я выскочил Выскочил Сразу Лег свой Открываю По мне Сразу Видно Пули Я уже Не слышу Ничего А вижу Как пули Песок Подымает Я сразу Под машину И ползком По-пластунски В это Время Как раз Наткнулся На Белоконе Он Ранен был Бок Пуля Прошла Или осколок И рука Была Соединена Осколком Все три пальца Понимаете Тонкий осколок Да Ну я Помог Как раз Санитарные Собаки Были Поскочили Там У пляжка Собак Я его Звалил На эту Повозку Ну и Его Позащили А за мной Как раз Посылает С наблюдатым Пунктом Наблюдали Они Видели Они Рассчитывали После Как Рассказывали Они Считали Что я Погиб Ну как Нажал Мертвый На педаль Машина Шла Горит Ну и идет Ну тогда Когда вы Видели Что я Выскочил За мной Послали На спасение Чужой Танк И вот Как раз Меня Подобрали Чужой Танк И вывели На второй день После боя Когда Наши Освободили Уже Прошли Продвинулись Вперед Тогда Пошли Смотреть Как Где Машина Посмотрели Ну там Было Много Боеприпасов Но они Все взорвались Ну а так Пришлось Собрать Там Остатки Это Почти Можно сказать Как носовой Платочек Собрать Остатки Ну Похоронили В гроб Со всеми почестями Похоронили Возле Костела Там Костел Прямо Окол стены Костела Похоронили Экипаж Шустерова Луканова Гордеева Похоронили А судьбу Белокония Мне так осталось Неизвестно Как он Жив остался А вы Вас уже Угостили Потом Нет Мне сразу Санчасть Привел Полковый Ну У меня Осколки Были Спиной Это От брони Не от снаряда Ничего От брони Эти расколки Потому что Был сильный удар Там просто Было Невозможно Оглушивало меня Крепенько Стукнуло Ну С тех пор Я Стал Заикаться Приехал К маме Ну Мама болела Как раз И когда С ней Стал разговаривать Ну Она Что ей Говорит Я не пойму Но Вроде так По губам Понимаешь О чем Речь Плох Слышен Ну И старался Не показать Что Заикаюсь Сначала Про себя Повторишь А потом Уже Начинаю Говорить И Притом Не спеша Когда Спешишь Что Не получается Но Она Все равно Заметила Она Говорит Почему Так Редко Говоришь Я Отвечаю На Твой Вопрос Как Ты Задаешь И Отвечаю На Вопрос Ну Мать Не обманет В таких Сочек Она Посмотрела Так Правда Ничего Не Сказал Ну Это Продолжал Слух Так Он Стался Плохой После Контузии Уже Неизлечим Врачи Сказали Ну А Постепенно Как Врачи Приписали Больше Петь Петь Нужно Песни Вот Когда поешь Что не заикайся Егор Федорович Из ваших Воинских Документов Видно Что у вас Немало Немного Шесть Ранений И пока Служили В полевой Артиллерии И когда Пересели На самоходку Где И когда Они Были Эти Шесть Ранений Ну Первое Мое Ранение Было В 43 Армии Под Городом Юхновом И Меденью Или Короче говоря Заячья Гора Там такая Есть Это Когда Я Это Это Было Значит 41 Год Начало 42 Года Зима Зима Зимою Точнее Я сейчас Число Это Не могу Сказать Моя Первое Ранение Я служил Тогда В артиллерии Тяжелое Ранение Тяжелое Ранение С повреждением Кости В ногу Меня в бедро Ранило Разорвалась Мина Возле Орудия Второе Ранение На Калининском Фронте Освобождали Город Невель Торопец Станцию Сокольники На станции Сокольники Меня ранило То же самое Получил Осколочное Ранение Тяжелое В спину В бедро И в руку А третье Ранение Это Орловско-Курская Дуга За мой родной Город Болхов Четвертое Это На реке Одар Был То же самое Погиб у меня Командир Машины Меня Легко Ранило И Машиной Командовать Было Указано Мне Я машину Принял Продолжал Бои Бои Шли Очень тяжелые Ожестощенные За реку Одар Пятое Ранение У меня Было В городе Подсдаме Когда Брали Город Подсдам А шестое Последнее А шестое Ранение У меня Было Праги Когда Уничтожали Последнюю Группировку Немецкую Шесть Ранение А за ними Не только Биография Человека А история Войны Но история Войны Была бы Неполной Без этого Без Урава Челябинска Нижнего Тагиева Свердловска Где рабочий Квас День и ночь Не доедая Не досыпая Делал Эти танки Обо всем этом И можно И наверное Нужно Сделать еще одну Отдельную Картину А может быть И не одну Картину А здесь Хотя бы Напомним Об этом Советская Армия И трудовой Народ Неотделимы Так это Было Так есть И так Будет Михаил Федорович За вашу Солдатскую Работу На земле Три Солдатские Славы А за вашу Работу Под землей Три Шахтерские Славы Сколько вы Под землей Поработали 16 лет Я проработал Под землей Проходчиком Да Проходчик Начинал я Забойщиком А окончал Проходки Так что Так же как Так же как Эти Так же как Оргина Славы Эти на передовой Так и эти Тоже только На передовой Да Под землей Работа Короче говоря Над тобой Такая толща земли За восьмую Пятилетку За досрочное Выполнение Плана Был награжден Орденом Октябрьской Революции Уходил на пенсию Наградили Медалью Как ветерана Труда Да Хорошо Грудь широкая А то бы не поместилось Все это Ну я Уже Рассказывал Что Шахтеры Всегда в бане Смеялись Говорит Ты Говорит Должен Два раза Помыть спину Мне Говорит Я тебе один раз А ты два раза Говорит Спина широкая Потому что Выезжаешь из шахты Вы сами знаете Что Весь в углю Пыль угольная Покрывает Человек потеет Грязный Отмываешься Ничего Вчера Приехал Приехал Опять сюда В Москву Домой Окончил Исторический Институт В настоящее время Работает научным сотрудником В институте Марксизма Ленинизма Так что Командир Танковой Стойки А радист Шахтеры Шахтеры Да А вы Тракторист И обратно Тракторист Я сказал Побув в месяцах два Приглядом слепо Ну знаете Якщо Людина неграмотна Не виходит Мучить когось И самому себя Я решил На тракторе Это очень доброе Дело Это таке дело Что Треба любить Тихо 30 лет после войны Так Да Работаю на тракторе В общем Стаз у меня Тракториста С 37 По сегодняшний день И зараз Работали трактористы На механизированной Лопате Тросова Л3 Однако Вернемся к войне Одни Уже на пороге победы Выбали поранением Но другие До самого Последнего часа Все еще Добивали фашистов Там все было Так испахано Все изжито Все Вся земля Вверх дном Перворочина Не поймешь Где там Понимаете Эти доты Зотопы Страншей Хода Понимаете Убитых Будов Жарко стояло Такая пыль Константин А сколько танков За бои Сменилось у вас Весемь штук Сменял своих танков Восемь штук За всю войну Восемь штук Ведь Белые церкви Вот Як я Пшел на То Восемь штук Сменял своих танков Восемь штук Ну Такие Два штуки Сгорело А шесть Поврежденных А шесть Были поврежденные Какие-то были Отправлены Они еще потом Ухтось налегше Воевал Но Только что Отремонтировали Их Отправили Я сменил Пять танков Четыре Сгорело Выскочил А один Был подбитый Бомбой Вот Пять танков Пять танков Да Ну и пришлось Воскакивать Конечно Не мне одному Вот Некоторые Оставались В танках Горели Вот Ну это дело Такое Что Трудно даже Вспоминать Рефорсирование Одера Здесь был Как говорили Они Последний Рубеж Они держались За каждую Пять земли Ну В районе Штейнау Города Мы Форсировали Реку Одер Когда мы Значит Подошли К Одеру Захватили Исправный Мост Нас Шесть танков Переправилось Значит Через этот Мост Целый Ну Немцы Нас Потеснили Когда Они Нас Потеснили Значит От моста Отрезали От Подхода К мосту Мы Закрепились На небольшом Плацдарме Там Были Тогда Ожесточенные Бои Они Старались Нас Сопхнуть Водер Потому что Это Кусочек Земли Который Мы Захватили Этот Плацдарм Они Сосредоточили Весь Огонь Туда Значит Они Обстреливали Нас И С артиллерии Бомбили Сверху Ну Мы Выстояли А Пятачок Маленький Был Пятачок Ну Вы Представляете Если Рота Автоматчиков И Шесть Танков Это Могут Что Занять Потеряли Мы Когда Три Машины Три Только Уцелелых Ну Вы Стояли Выжили Пятая Награда Это Под Берлином Мы Приехали Там Была Речка Мы Мали Форсировать Мы Стояли В доме Где Родственник Гитлеров Был Там Их На Даче Там Стояла Вся Бригада Мы Стояли Там Всю Ночь И Целый День Пока Там Робили Переправу Ну Так Под вечером У меня Дуже Розболив Зуб И Я Пошел Санчасть Немцы С другой Стороны Натиснули Для Того Чтобы Наши Забрали Відсед Части И Туди Боже Чтобы Было Отбити А В тот момент Хотел Суде Между Лесом И Этим Курортным Місцем Прорватися Перерезати Дорогу Чтобы Немец Да Ну Як Зробили Тривову Танки Ушли А Мене Немало Кохтом Вместе Машину Як Я Командир Машины Побіг За мной Командир Машины Значить В санчасть Ну Побіг Одной Дорогой А я Другой Прибіг Бачу Бьют Трасирующими Пулями Туди По Тим Перехростку Между Лесом И Садом Метим Там Було Расстояние Може Пів Кілометра Може Більше Ну Вже Так Темніло Я Виїхав На Пушку Того Сада Повернув Пушку Сказав Хлопцям Щоб Повернув Пушку Командирю Башню Повернув Наводчику Пушку Направо Ну І так Нальот Щастя Думаю Щось Може Щось Попадеть І Значить Бронебой Зародили Пустили Підбили Одного Бронебой Транспортера То нам Було Відно То шість Танків Підбили Метан Чи Вісім І Щось Двенадцять Транспортерів І ще Приїхав Спарний Пулемет Наш І ми Вдвох Відбили Ту і його Контратаку Наложили Тої піхоти Аж грубо На тій долині Так що Им не вдалося Там Зробити Вони Вже Підползли До самого Саду Туда Німці Ми Відбили Той і все І потім Прийшли Наші І Утром Встали Приїхав Член Воєнного Совєта Як Подивилися На то і все І він Сказав Командир Полкар Тільки Представити Героя Совєцкого Союзу Відбили Який Героївський Подвиг Сробив Командир Полкар Сказав У мене Героїв Уже Є Два А Кавалера У мене Уже Було Дві Слави Так що Я вже У Прагі Був Кавалер Полний Трех Ординов Слави У Прагі Состоялся Большой Парад Наших Войск Я Після Этого Після Як Вишел Из Группівки Я Был Тоже Ранений Машина Моя Була Уся Избита Крылья Иззорваны Имела 24 Пробоины Всего Боевая Машина Которую Я Сдал Ну Хотя Машины Были Наши Прошли Большой Путь И Избиты Наша Часть Непосредственно Как Часть Была Заслужена И Она Участвовала В Этим Параде И Вот Когда Мы Проходили По Улицам Города Праги То Все Население Буквально Вышло Приветствовать Наши войска Они Вышли Цветами Говорится Убранные И Все Старались Как-то Отблагодарить Я Как Командир Значит Машины Я Все Время Стоял По Сех Отпор Открытые Люка У меня Были Открытые У водителя Тоже Люк Открытый Был И Каждый Значит Девушка Парень Старались Значит Чем-то Отблагодарить Стать Значит На Машину Значит Уручить Значит Увся Была Избитая Окрылья Изорванные Осколками И Значит Я боялся То Что Мирное Население Зацопишь Ее Понимаешь И Подгусеницы Я Очень переживал Пока Парад Проходил Мне Посчастливилось Быть На Параде Победа Так Весь Народ Наш Ждал С нетерпением Да Не Только Народ Наш Даже Весь Мир Ждал Когда Кончится Такая Битва И Мне Параде Когда Въезжали В Москву Появляли Субметро Незнакомые Люди Совершенно Незнакомые Обнимали Нас Целовали Считали Как мы Вроде Победители Не то Что мы Победители Весь Наш Народ Собственно Победитель Являлся Ну Нас Как-то Особенно Понимаешь Что Вот так Возьмут Понимаешь Что И обнимают Метро Товарищ Да что Ну Знаешь Начинаем Мы Все равно Народ В таком Настроении Что Вот вы Именно Вы Освободили Но Мы Не Принавали Значения Что Нас Жил Там Было Много Да Истинная Правда Что Таица Четверки Да и Самоходки Были Не машины А золото А все Таки Хочется Повторить Еще раз Старую Истину Что Самое Главное Золото Были Все Таки Сидевшие В них Люди Посмотрите На них Еще Раз Прежде чем Остаться С ними Михаил Летягин Евгений Сенаторов Василий Бояк Михаил Большаков Матвей Синельщиков Егор Полтев Илья Сергеев Константин Венгер Иван Иван Архипкин Василий Шаров Венгер Летягин Иван Матвей Иван Повторяю Венгер Субтитры создавал DimaTorzok